Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Понятие пневмония объединяет целую группу заболеваний, которые проявляются воспалительным процессом в легких. В Башкирии, как и во всей России, болезни легких по распространенности и посмертности занимают одно из первых мест. В год в нашей республике заболевают этим недугом несколько тысяч человек. Многие из этих случаев заканчиваются летальным исходом. По смертности болезни органов дыхания в настоящее время находятся на 4-5 месте, уступая только сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, а также травмам. Однако надо сказать, что за последние годы болезни органов дыхания, они приобретают все большую актуальность. Три кита, так называемых, болезни органов дыхания. Это воспаление легких или пневмонии, это бронхиальная астма, всем известная, а также в последние годы набирает свою актуальность хроническая обструктивная болезнь. Чаще всего пневмония может быть вызвана вирусами и бактериями. Самые распространенные возбудители – стрептококк, гемофильная палочка, микроплазма, хламидия и так далее. Эти бактерии попадают в легкие через нос и горло, где, как известно, наибольшее число бактерий в организме. Сколько существует человечество, сколько существует пневмонии. Но меняются и микробы, вызывающие пневмонию. Чувствительность к разным антибактериальным препаратам меняется. И мы отслеживаем, это наше общество пульмонологическое, отслеживаем эпидемиологию возбудителей, которые вызывают. И стараемся применять те антибактериальные средства, которые сегодня меньше всего к ним резистентны. Весь смысл заключается в раннем распознавании и раннем начале антибактериальной терапии. Все неудачи, смерти возникают чаще всего при запоздалой диагностике. Специалисты рекомендуют, если держится высокая температура, возникают боли в грудной клетке, возникает кашель и выделение мокроты, необходимо обратиться к врачу. В каждом конкретном случае пневмонии назначается определенное лечение, чаще всего с применением антибиотиков. Профилактику – здоровый образ жизни. Жить в экологически благоприятных условиях, не курить. Если человек подвержен респираторным инфекциям, использует разумные вакцины. Есть такие вакцины. Вот. И... Такой ситуации, когда не будет пневмонии, наверное, вряд ли мы получим, потому что микробиологическая нагрузка на человека, она большая. Вирусов очень много, которые могут привести к развитию пневмонии. Ну и, кроме того, влияет неблагоприятная экологическая обстановка. Пневмонии как были, так, наверное, и будут. К Международному дню борьбы с пневмонией в Уфе прошла образовательная конференция, которую организовала общественная организация, призванная содействовать развитию легочного здоровья в Российской Федерации, Национальный легочный фонд. Здесь специалисты-пульмонологи обсудили заболевания легких и методы их лечения.